Ваши теги, ваши ключи должны быть разбиты на понятийные. Не то, что там, а понятийность, да? То есть вы должны четко себе понимать, насколько четко и понятно сформулирован запрос. Потому что очень многие зрители, ну, ютуба, они не задают четкие вопросы. Бывает так, что, ну, к примеру, да? Вот я написал там, ремонт в доме и ремонт, сравните два запроса. Я живу в квартире, но я тоже же могу сказать, что типа я хочу сделать ремонт в своем доме. Потому что для меня квартира, это и есть мой дом. И ремонт в доме тоже запрос. Но, если моя, допустим, знакомая, может ли там, не знаю там, жена, может написать вопрос, ремонт в детской комнате для девочки, то это будет уже четкий, понятный и структурированный запрос. Уже мы, то есть и вы должны делать, разбивать свои теги, разбивать свои ключевые слова на понятные, то есть на четкие, понятные они или нет. Разница очень ощутима. Потому что очень часто люди могут, ну, особенно в русском языке, в английском такого мало, а в русском такого много. Потому что русский, у него очень много синонимов, у него очень много антонимов, у него очень много там, ну, всего очень много. И поэтому, получается, разные там слова, они могут быть там не то, что не четкими, они могут прям спектральными там, по-разному, да. Поэтому надо понимать, что конкретно ищет пользователь. Вот изучить его хорошо, понимаете? То есть это не так все просто. То есть вот я вам сейчас даю кейс, как собрать это все. Поэтому собирайте и воплощайте, то есть, да, то есть поэтому нет.